Странные, состав постоянно тусовался, хотя есть инфа, что Cloud9 собираются врываться, и даже по информации Overdrive, инсайдера небезызвестного, проводили переговоры с Грувом из Gambit, но, конечно, Грув никуда не уйдет. Что ж, мы наконец-то начинаем, приятного вам просмотра, дорогие наши друзья, Na'Vi защищаются, разумеется, Fnatic атакуют, будем пристально следить вашими предикшнами, делитесь, как всегда, в чате Твича. Пока розыгрыш пистолетного под B, Мизи пошел контролить болото, Бумыч его уже, на самом деле, находит, здесь есть и подсадка, Мизи тут же уходит обратно, интересно, что Перфекта также пошел в поджим, и пока Бумыч отвлекает внимание, Перфекта может найти несколько фрагов, сразу минус трет, Илюхи! Это очень жестко, 3 кила дает Перфекта, остаются 5 в 2, Na'Vi, у них в целом сетап был полностью готов к этой агрессии в шарте, сейчас смотрим, Перфекта сделает еще четвертый килл, есть возможность сделать эйс, Джакиньо выходит на него, пикает. Так, будет ли это Перестрелка? Ну, Илюха пойдет дальше, наверное, давить за этим эйсом. Команда пока особо не мешает, так, нет, проигрывает Перестрелочка, остается еще жив, но вряд ли уже получится забрать пятого, 14 хп осталось. Да, и здесь интересна дисциплина, дальше он, наверное, уже не пойдет, у него 14 хп, и правда лучше сохранить армор, а эйс здесь не слишком важный. Так, пистолетку для своей команды он уже выиграл, хотя нужно отметить, что не только он, а Бумыч, который тоже отвлекал внимание, в общем, прикольно все получилось для Na'Vi, ну а вот для Fnatic не слишком. Они делают форс в ответку, пытаются опять играть через шорт, в этот раз их там никто не встречает, только электроник рядом находится, кстати, опасная позиция против теков, тут могут возникнуть проблемы. Смотрим, нет, первого убивают спокойно, Кримс не разменивает, отходит 5-4. Начинается заход, в подфлешки врывается Кримс, делает килл по Бумычу, но потом размены, 2 в 3, остается Мезис Джакиньо. А Бит уже в спине, вы только посмотрите на него, плюс фарм, плюс 1200, Бит, он через коннектор, вероятно, пришел, ее исход, так что воспользуйтесь им, если хотите. А Симпл пока пользуется возможностью прожима длины, у Джакиньо 4 хп, ему ассистирует Бит шариков, ну и пока у пистолетов шансов немного. Да, тут, конечно же, будет легкая формилка, но последнего так забирает, не получилось, точнее, забрать у Симпла, скорее всего, подберут его М-ку, ой-ой-ой, второй килл, это уже неприятно становится, слушай, надо формилки будет постараться Нави поменять, уже, кажется, раскидка Б будет. Ну, здесь готовятся, по-моему, две хаешки в сторону монстра, но кладется Молотов, он заставляет Натик двигаться быстрее. Кп уже потеряли изряд, на Алекса выпускают из монстра, это большая проблема, потому что он благодаря этому сделал свой килл, размены 3 в 1 после фрага от Симпла, 3 в 2, но Фнатик занимают точку, зонятся с Маком, это архиважно, быть может, сейчас оставшиеся игроки Нави найдут фраг с подсадки и после этого разобьют свое выбивание. Но вероятность невысокая, под буст не подставляются Фнатик, как мы видим, 1100-1300 долларов у Бита и Симпла, соответственно, так что они спрыгивают, выбивать Б в сложившейся ситуации непросто. И вопрос теперь лишь в том, каким образом Аликс все-таки вышел из монстра, почему его пропустили, потому что это, по сути, разрушило концепцию обороны. Короче, тут не самый удачный момент для Нави, явно получился, и полностью через Б-базу играет в начале эта карта. Интересно, что у Симпла есть Авик, правда, на подсадке его уже заметили, но он все равно дает свой фраг после того, как вышел из блайнда. Кримс, минута 35, он уже на позиции шорта, его замечает Электроник, Бролан не успевает холпануть своему тиммейту, и все, у Фнатик валится из рук. Правда, снова проблемой может стать монстр, с которого выходит Аликс, но Симпл и тут делает свой килл, Джекине пробрасывают гранаты, 56 кп у него и легкий раунд для Натус Винцера. Очень сложно на Б-б выходить, потому что ситуация была 2-3, можно было доигрывать, но потом Аликс открывается просто на девятку, там нет смока, и это легчайший фраг для Симпла. Как-то немножко странненько, почему так? Нави продолжают играть очень активно, Симпл прострелом двоих забирает, шашлычник Костелев на месте, тут же уходит обратно. Нави не стоят по позициям, они действительно двигаются по всей карте, у них занято болото, у них занят коннектор, Симпл который забирает центр. И для Фнатик это по сути был раунд последнего шанса, именно он отделяет их от экономического раунда, еще и Бит, которого в коннекторе не проверили, находит свой килл, действует дисциплинированно после этого, входит и проверяет мидл. Правда, Фнатик разошлись по дальним углам, по дуге сейчас двигается бомб-кэрри, это Джекинди, ну а Мизи думает, что бы ему сделать с коннектором. Выходит Джекинди, его вот-вот увидят, инфа получена, и вот не знаю, Фнатик в безвыходном положении, им нужно разруливать 2 в 5 против 500 хп. Да, у Фнатик, причем пока что игра очень отличается от того, как вообще обычно играет шведская команда, потому что супер быстрые, супер резкие раунды, нет никакой попытки раскачать соперников, сыграть какой-то дефолт, сыграть эту информацию, нет. У них есть план на старт этой карты, они его реализовывают, и Нави абсолютно ко всему готовы. При том, что где-то у Фнатик, вот я уже говорил про Смок-9, здесь, ну а что по флешке, Симпл-то стоял перед Смоком, его ничего не офлешило, мне кажется, там был какой-то звук взорвавшейся флешки. Но если да, они ее кинули криво, а если нет, то почему нет, собственно. Но пока Фнатик находится на центре, разыгрывая свои пистолеты, немного пострадал Джекинь, Армора только 2, двигаются вместе. Это неплохо, но правда такие вылазки из Смоков дорого могут стоить, пока не стоят потери Бролана. Да, и бомба, кстати, которая лежит в туалетах, идет уже стяжка четвертого игрока на Б, перфекта стягивается сюда, правда бета получилось забрать, тем самым они забирают бомбу. Мизи подбирает еще и себе Кольт, и 3 в 4 с двумя Арморами и Скольтом, в целом можно пытаться что-то придумать. Летит флешка, вот это будет открытие со Смока, скорее сюда выходит Мизи и пытается сделать, да, делаю килл по Симплу, 3 в 3. Так, ну тут два игрока Нави, двоих могут и не ожидать. Так, тачку чекнут ли, да, чекает, немного не хватает урона, перфекта стелит сразу двоих, фраг от Бумыча 6-1. И как какие, в основном на оверпассе, так, ну тут тем временем размен агрессии бета. Прострел на шорт от Мизи. Первая ситуация, когда у Фнатика есть преимущество на байраунде, прям такое заметное, где они могут разыгрывать. Симпл сразу же нивелирует это преимущество, и теперь 3 в 3 сразу стягиваются под Б, и тут 3 игрока Нави вообще будет на Б-пленте принимать заход от Фнатика. Так, любопытно, что бэкдора-то у шведов не осталось, они обязаны теперь заходить на Б, еще и Молотов кладется на короткий. Монстр сейчас должен посматривать точно перфекта. Все-таки Бумыча пасается за сайт, пошел его проверять, но инфа получена, Бумыч должен разворачиваться. Симпл, вот это флиг, нереально, и здесь же стелит перфекта, один против двоих остается Бролан. Но на самом деле игрок этот пусть и молодой, но серьезный. Однако Бумыч вовремя появляется с девятки, 7-1 преимущество у Фнатик. Похороны сейчас были бы для Фнатик, возможно. Но занимают они такие после смоков, кстати, туалеты. Да, и двигаются по дуге, бит пока что на курилке. Снова вездесущий Симпл, 13 на 3. Его стата в данный момент из гранат осталось 2 флешки, которые Фнатик лучше бы забросить прямо в цель. Кстати, одна из них в Симпла все-таки попадает, но пока он отвлекает внимание, тиммейта второго за спиной могут не ждать, Симпла приговаривает, что по электронику, вот он разворот. Минус по нему, есть, дальше по красному Кремзон не попадает, 3-3. Наконец-то момент, за который Фнатик могли бы уцепиться, если бы не бит, который появился в спине. Так он там еще и не один, он с другом. Вместе с Бумычем они двигаются, Бумыча замечает Мизи, стелет в голову изрядно. Но посмотрите на хеллспойнты команды Фнатик. Здесь 3 и 16, при этом Мизи пошел проверять банк, он с бомбой, или он просто ждет, пока появится перфекта. Но Илюхе пушить, наверное, не нужно, а бит уже продолжает поджиматься. 26 секунд, нужно какое-то решение Фнатик принимать. Но они понимают, по идее, информацию по обоим соперникам. Да, Кремз, Мизи делали фраги, понимают, что оба здесь находятся, просто ждут какие-то пики. Перфекта нужно на две позиции играть, он поэтому чекает и СТРС, и Банк. Ну вот, находит одного, и Фнатик настолько зажатый в таких позициях, что, конечно, надо было им как-то какую-то халяву вешать, выходить жесткий преф и давать. Так, без этого, доиграть такой раунд абсолютно невозможно, и, конечно, закономерно, Нави выигрывает восьмой раунд для себя. Но бит пока работает на финише дуги. Ну, еще несколько хаешек, здесь Электроник, пайтит, насколько это возможно, игроков Фнатик. Минута до конца, они пошли на длину. Бомба в полупозиции, ее, вероятно, подберет Мизи на момент выхода, потому что пока больше похоже на то, что Фнатик собирается разыгрывать Аплэн. А вот и хэдшот-машина очень хвалил наш стол аналитики Валеру Бита за его способность попадать в голову. И пока это работает. Фнатик очень сложно. Почти каждую первую стартовую дуэль выигрывают именно игроки Нави, хотя выпад от Алекса, которому бит готов не был прямо с мака. Вы только подумайте, и, быть может, сейчас Бумыч подставится под коннектор. Так или иначе, Мизи уходит. С Б-базы будет подбирать Бомбу, ну и где-то секунд за 15 до конца Фнатик попытаются навязать борьбу на А. Ну вот что-то интересное пытается придумывать Фнатик. Какие-то фейки. Наконец мы видим у них мидраунд. Не быстрый какой-то заход. Тут теперь врывается на Дова Бумыч. Если его разменяют, то Б-плэн будет чист. Да, там только сейчас приходит Перфекто, падает на воду. Но 13 секунд у Фнатик уже сложно. Ой-ой-ой, тут уже куча игроков Нави. Снова с мака на девятки, кажется, нету, да? 7-6, нужно уходить. 9-1. Очень подвижная ВП пока у рожденных побеждать. Это им играет на руку. Фнатик не понимает, в какой конкретный момент ждать. Какие-то еще второе ВП не появилось в прошлом сезоне. Специала к этим составам смотрится все настолько удручающе, что я в целом согласен с G-B плюс-минус. Вот, кстати, продолжается агрессия от Нави. Тут Валера, наверное, под флешку Симпла будет скоро врываться. Вот сейчас прилетает Смок. Симпл откидывает флешку. Покажите нам Валеру. Ну, первого не зафлешила, но он спокойно его убивает. Дальше, скорее всего, уйдет. Симпл его прикрывает. Тут и под Б агрессия. Он пугает Мизи, а тот еще и с Галилом. Смочок. Электроник думает, куда бы его лучше... Или просто, наверное, играет на инфу, как только кого-то заметит. Да, да, Смок. Сейчас еще и Хаешка. Но придет Алекс, и может, они на двоих как-то размонсят. А, Алекс, да ты же в АФК сидел несколько месяцев. Как-то такое стелишь. А вот и Джекинья. Дожидается бита первой проблемы у Рожденных побеждать. Я так понимаю, это фейковые Смоки под Б, потому что бомба уходит под Фонтан. Длина уже продвигается. И, возможно, Нави на этот фейк поведутся. Они сейчас находятся на бе втроем, а сайт полностью свободен. Выбить его не удастся. Денег не слишком много. Все это может даже фейком закончить. Не фейком, а сейвом, прошу прощения. Да, кстати, денег у Нави не так-то и много, несмотря на счет. У них, если отдадут АПЛЕНТ, а они уже отдали, ФНАТик занимает. Я думаю, тут надо спокойно сейвить. И ничего не придумать в команде Нави. Смотрим, что они сделают. Да, идет инфа по бомбе. Они, конечно же, именно так и поступают. Ну, немножко, знаешь, я вот только хотел сказать, когда смотрел за электроником, то, что не помню, когда в последний раз я видел, чтобы на минуте 0-5 игрок настолько загонял вообще соперников и стрейфил за нам со смоком. Чувствует себя просто как у себя дома около этой респы. Но в итоге сыграл эту злую шутку. Немножко не лучше тайминг поймал. Широкий стрейф и все. Где-то можно сказать, что Нави уже очень-очень уверенно себя чувствует. ФНАТик на этом смогли подловить. И даже Джекиньо, который уже сидел, просто ждал поджим длины, потому что бит уже ж так делал. Помнишь раунд, когда у Симпла с электроником были проблемы на планете, и их бит убил в итоге, ну, игроков ФНАТик убил со спины. И оказался он там почему? Потому что он пропушил длину. Он играл около длины, там где-то в курилке, пошел, со спины убил. Болота и так далее. И сейчас Нави проповедует конкретно этот подход. А ФНАТик в пятером направляются под бета. Какой-то фаст раунд. Решили проверить на прочность перфекта вместе с электроником. Флешками его забрасывают. ХАЕшка залетает отменно на монстр. Влетает Аликс, где размен от электроника. Вот он. Теперь важно, чтобы сам Алик не погиб. Разворот от него есть. Плюсовый размен для Нави. При этом у Кримза 48 хп. Джекиньо только что пробросили на минус 47. До сайта пока что ФНАТик не дошли. Перестраиваются и сами игроки врожденных побеждать. У них есть игрок на болоте. Симпл тушится. 15 на 4 статистика. Как вам такое? Ну, в общем, решили взять наскоком, внезапностью игроков в Нави. Ну, а теперь только какие-то хэды могут спасти положение. Молотов под Кримза. Он идет пушить воду. Хэд отменный. Дальше Молотов. 2 в 2 появляются варианты. Да, ФНАТик отлично доигрывает ситуацию 2 в 3. У Нави, к сожалению, не получилось хлопануть Бумычу, по которому была инфа, что он находится на воде. И просто его спокойно задавил Кримс. Тут теперь еще и Симпла могли немного подловить. 2 в 2. Такая сложная ситуация. К сожалению, нет у Саши флешки, чтобы выпустить бита. Да, он уже и хобби потратил. Так, но... А его не ожидают за цементом. Лям накил может быть. Да, Валера его и делает. И самое интересное, Джекинья смотрел в зигзаг, но, по-моему, угол был не идеальный. То есть он ждал выпада с болота, а бита сидел за цементом. И именно поэтому Джекинья своего тиммейта прикрыть не сумел. Теперь выбивание для Нави. Есть смок, есть флешка, 2 набора китов. Джекинья ищет. На самом деле сейчас Симпла, потому что откуда-то Костелев действовать должен. В противном случае бит просто погибнет. Начинает бит набрасывать свои гранаты. Флешка в лицо, отворачивается Джекинья. А где же Симпл? Он на воде. Времени при этом не так много остается на выбивании. Смок под Джекинья. Взаимный промок снайперов. Времени все меньше. Джекинья в смоке. Бомба начинает обезвреживаться. Фаст клик на одного. Бит, размен. Времени не хватает. Ему нужно уходить. Интересно, мог ли себе позволить бит сидеть, обезвреживать бомбу до конца? Наверное, нет. Нет, как его спокойно убил бы уже игрок. После того, как Джекинья убил Симпла, килл сделать не получилось. Теперь, кстати, Фнатик мог на длину идти тут же. Нет, Алика. Что еще показывают Фнатик, так это отменную стрельбу. Потому что в ситуации 2 в 3 во многом именно этот аспект их спас. И Кримс, который стелит хеды. И Алекс, который еще в позапрошлом раунде показал прев выпад на электроника. И сейчас Симпл может подставиться под Джекинья. Тот за деревом. И Костелев мажает. Вот это Джекинья. Правда, Алекс решил запушить смоки. Здесь уже верх наглости от британского капитана. По ХП небольшой плюс у Нави. Но есть недостаток в плане наличия двух МП. Шикоби, они используются под П. Хотя, как мы видим по радару, Фнатик не хотят разыгрывать именно закрытый плент. Двигаются на А-сайт. Ну, возможно... А, нет, здесь обе формилки. И Бумыч, и Бит здесь. И пришел Перфект. Неужели Фнатик прочитаны? Сейчас их могут настигнуть серьезные трудности. Но у Бита не залетает. Также не работает МП. Шикоби пытается работать. Смок развеивается на банке. 3 против 1. 4 против 1. Такие размены для Фнатика. Они по итогу раунда теряют двоих. И понемногу возвращаются. Не хватило. Вот и Симпл. Его замечают. Он попадает по МИЗИ каким-то прострелом. Минус 28 ХП. Продолжается тусовка у Фнатик на Миду. Также они практически подошли к выходу со стороны длины. Залетает стандартная раскидка. Дым-банк. Дым. Яма. Езжает Бролан. Отвечает Перфекта. Он на правом хэдшоте. Ну и сейчас должен подключаться Сплит. Бит получает Калаш. Но его расстреливают в спину МИЗИ. Пока у Фнатик все четко. Если в первых раундах они раскачивались и казались полумертвыми. Сейчас они все же подают признаки жизни. Но в оверпассе 5 это уже кое-что как для атаки. Да, уже реально неплохо. Исходя из того, как проходила вся первая половина. Я думаю, это будет хорошее счет для Фнатика, если они должны на этих 5 раундах закончиться. А у них сейчас и хорошая возможность будет взять 6 раунд. Потому что смотря на деньги Na'Vi, я не уверен, что у них будет сильно хороший бай. Там где-то что-то, сколько они подряд. У них будет 4 раунд подряд. Не, ну что-то там будет нормально, но не лучше, мне кажется. Сейчас посмотрим. Короче, хорошая возможность для камбэка в эту игру от Фнатик. Я бы особо не сомневался конкретно в этом экране. Смотри, смотри, выходит Низи из болота. Хвала небесам, Электроник успел пробросить ХАЕшку. Так что остался все-таки живым. Но как же качественно в тайминг Фнатик занимают болота. Да, им не удалось сделать фраг, но сам по себе план-то был хороший. То есть Электроник почти погиб по факту. Да, да, да. На самом деле хорошая попытка была от Фнатик. И теперь будут уже 4-5 доигрывать. Тут Броланд. Так и выиграет наконец перестрелку бета. Нет, Валера очень жестко выигрывает эти дуэли. У Бролана пока не лучшим образом идет игра. Несколько раз он так проиграл свои перестрелки. И теперь 5-3, Валеру отпускают. Кстати, как-то прострел в него попали, потому что мало ХП у него было. Осталось 9 в итоге. И такой раунд Фнатик решили сыграть на индивидуалочке, так сказать. И даже, кстати, вот в мидраунде, когда они доигрывали такие сложные фейки, там тоже все было. Очень много таких соло-мувов, когда Бролан не смог туалет пройти. Перестрелка убита, когда не выиграл его, никто не разменял. Алик сам на симпла без гранат на длину выходил. И вот много у Фнатик таких тем. В принципе, они всегда любили это делать. И, мне кажется, ближе ко второй половине Т-сайда они вернулись немного к своему привычному стилю. 32 секунды. Фнатик подходит вдвоем под монстр. Сюда кладется Молотов аккурат перед ногами шведа и британца. Крим закрывает тылы. Может помочь, наверное, тот факт, что у Na'Vi пока только два игрока, я вижу, на базе B. Электронику нужно попадать из Авика. Он с этим справляется. Перфекто, возможно, сейчас по стеной будет и не ждать. Он еще и замечает тень. В общем, все спокойно. Наделать эти киллы. В идеале вообще еще и бомбу поставить. У них, кстати, что хорошо, есть смок и флешка. Это сильно повышает их шанс успешно зайти на Аплент, потому что можно кинуть смок на гол и флешку на заход в Плент. И дефенс, учитывая то, что он сидит закрыто, ему может быть очень сложно. Симпл делает килл под Жакинью. И теперь догадывается, видимо, что еще на машине есть игрок. Смотрит туда, убивает Мизи. И вот Аплент скрыт. Есть только один Бролан с длины. Он делает один килл. Будет его дальше загонять. Делают килл. На Ави заходит на Аплент 3 в 2. Здесь очень важно, чтобы Умич дал свой фраг, потому что у него за спиной стоял как раз Симпл с 12 хп. И, по сути, игрок команды Fnatic мог сейчас похоронить двоих. Но вместо этого мы видим, что... Неужели раунд от команды Na'Vi? На выбивание мы не видим китов прямо сейчас от шведской... Ну, точнее, организация это британская, просто состав шведский. Открывается Аликс. 12 хиповый Симпл дает третий фраг. Кримс из банки. Симпл, вероятно, заберет. Дальше 1-2. Он видит длину. Нужно задушить ее как можно быстрее. Остаться один в один. Кримс делает это. Не открывается Электроник. И вот будь здесь киты. Какой же тайминг шикарный. Выбирает Электроник. И 1-2.5 у Аликса. Есть у них много раскидов. Это хорошо. Но в оверпассе работают в целом такие раунды. О, старый добрый контактный монстр. Ранним таймингом, который напоказывает Электроник. Частенько его запускают сюда. Не знаю, была ли это контртактика от Fnatic. Потому что у Na'Vi есть на самом деле такой раунд. Здесь, правда, никто Элику флешку не набрасывал. Что он пошел контактный. Его, кстати, задушили на болоте. Надо Na'Vi играть быстро. Надо очень быстро пытаться дергаться. Да, этим они и занимаются. Сразу же пробивают длину. Будут идти, скорее всего, до конца, пока Fnatic не заняли хорошие позиции. Есть у Na'Vi длина. Есть у Na'Vi понимание, что на банане никого нет. Только разве что близко туалета они еще не проверили. И заходит. О, кстати, плохой, плохой смог от Fnatic. А Джекинни-то об этом не знал, наверное. Он подумал, что смолк лег. Хорошо. Хотя Бролан все равно принимает бета на длине. Сейчас бы еще кому-то сдержать натиск по дуге. А Бумыч перестреливает Мизи. Симпл все еще морозится в дыму. Бролан его ожидает. Прискнул все-таки открыться сам. Дым вот-вот развеется. Бролан с двухтысячек урабатывает Симпла. Это два против троих. Для Fnatic преимущество. Нужно срочно делать реверсивный разворот и пытаться вливаться в Б. А здесь у нас на минуточку Алекс. Но у него дигл и 15% здоровья. Если сделает килл, это уже хорошо. Но 0,02 соперника грамотно прячется Алекс. Он сейчас может найти, например, спину Перфекта. Он, вероятно, собирается дожидаться момента установки бомбы. Вот и она. Прикрытия нет. Перфекта все-таки отдается. Бумыч один против троих. Тиммейта не прикрыл и Fnatic выигрывает свой форс-раунд с диглами. Игроков находился уже на приемке А. И там ключевая перестрелка была у Бролана. Отыгрывает на курилке. К нему направляются два соперника по длине. Двигаются по правой стенке шифтами. Бролану нужно смотреть на две позиции. Я так понимаю, что у Мизи просмотр обзорность неполная. Бролан отворачивается в тайминг. И сейчас он получает по спине, хотя успевает развернуться, внести урон по Бумычу. Но там, опять же, отсутствие армора. Лучше бы Кирилл отдал этот калаш. Это он и делает бит. Получает в свои руки заветную штурмовую винтовку. Прячется Мизи за перегородками. Такая лдовая позиция. Сейчас занимают ее не все. А Нави уходит через коннектор на болото. Вполне вероятно, имея хороший раскид, они собираются зайти на точку Б. Смог в девятку уже отправляется. Не похоже на то, кстати. Нет, фейк. Хочется на фейк, да. Тут бомба стоит подаж. Дали поджим длину. Они кинули бы плен, чтобы кто-то с А начал пушить. Вот так часто реагирует Диффенс. Но никто не пошел у Фнатик. И после этого Нави просто будут заходить на Аплент. Тут на двоих игроков. Важно разменять Мизи в упоре. Делать кью по электронику. Есть по нему инфа. Теперь Перфекто Симплом. Надо просто выйти на размен. Один килл. Ой, Симпл еще и Джекиньо забирает. Ну вот, все. Аплент скрыт. Тут только Аликс остается. Есть по нему инфа. И жесткий килл от Симпла. И установки бомбы уже, наверное, ничего. Подожди, не контролирует? Как? 5-4. Времени нет. Все, времени нет. Кримзу нужно уходить. 25 хп. Как так? Симпл дернулся смотреть, что он банк или голову начал сотренивать. Там Бит находится. Тачку. Ну, мне кажется, на тачку. Ну, может. Просто странно. Там Бит находится, получается, возле длины. Да и на начало второй половины дела у него идут не слишком хорошо. Симпл того самого Джекиньо вычисляет. Есть вероятность, кстати, что его заметили. Может быть, сам Симпл это понял. Просто через коннектор уходит к тиммейтам. А здесь вовсю уже развивается атака. Бит видел голову. Бумыч отвлек на себя внимание, но Бит туда не попал. По итогу Бумыч подставляется, чтобы Бит, наверное, сделал этот килл. Ну и сам Валера красный. У тиммейтов армора нет. Хотя перебросы равно осуществлены. Симпл без армора получает калаш. Как вам такое? Ну, наверное, смысл в этом есть. Бит отъехал бы быстрее. В теории, да. Нормальная тема. Какая раненца там красный, если есть, что у него есть тот армор, он все равно сразу же умрет. Тут, конечно, чуть больше возможности реализовать калаш. Выход идет на дому Аликсу, но ему холпают флешкой. Есть симпл, который не зафлешился четко. Можно теперь попытаться еще и мизи пройти. Он без холпы пока что находится. Делает первый килл. Ну, без арморов, конечно, конечно, да. Сложно. Не дошли до боплента Нави. И Нави... Нави будут на двоих, на Б. Сейчас заходить, насколько я понимаю. Прилетает смок монстр, но он не работает, потому что электроник уже находится в упоре. Очень ключевая позиция у него. Он резко выходит под флешки. Бумыч делает ключевой килл по кремцу. Теперь один Аликс, который надо задавить. Так, ну тут Брон врывался с подвала. Сделал килл, его разменяли. Аликс до сих пор живет. И теперь уже 3 в 3. Не получилось у Нави занять плент. Но симпл находится рядом. Смок 9 обновляет. Аликс важный фраг, конечно, дал. Остановил электроника. Хотя на монстре, быть может, он Дениса даже не ожидал. Нужен килл от симпла. Он красного Аликса все-таки на воде находит. Ответного фрага не удается сделать. Быстрая подсадка. Ее замечают. Нет, ну неужели два фрага сейчас даст Мизи? Видел бит, но отъехал очень быстро. Симпл на инфу не среагировал. А у Бумыча 12 хп. Его отпускают на болото. Хоть какое-то утешение, но по факту сложно сказать, как с Галилом против двух фулл хиповых игроков с касками. В принципе, можно выиграть такой раунд. Вообще непонятно. Такое не должно выигрываться. Есть еще и смок у Мизи. Правда нет. А нет, ну киты там есть, но не факт, что смогут их подобрать. Они как-то так завалились. Очень неприятно. Можно на самом деле и без китов. Сейчас Джекиня должен прикрывать. Открывается Бумыч. Так бреет первого. Не отпускает гашетку игрок команды Фнатик. Потому что про не фейкует. И отсутствие китов здесь возможно. Даже плюс сыграло в каком-то смысле. Бустанулись в очень сложной для себя ситуации. Без этого. Вот Симпл явно недоволен такой ситуацией. Но это была лучшая возможность Фнатик для того, чтобы взять раунд, бустануться, попробовать сделать киллы. Иначе потом на Б зашли их в спину и убил Крим. Сейчас, точнее на А зашли. Теперь зашли на Б и чуть-чуть не доиграли 3 в 2. То есть вот такие ситуации, где вроде все окей в атаке, но чуть-чуть не доигрывают. Бролан делает килл по биту. Валера сам пытался занимать длину. Он здесь явно снайпера ожидал, да? С такой флешкой, скорее всего. Да, да. Ну не часто, не часто на длине играет вот так вот игрок. Один с Райфом, конечно же. Ну вот у Na'Vi такой стиль атаки, конечно, тоже совсем по-другому не играют. Они по всей карте действуют. Валера сам был по длину. Электроник в прошлом раунде сам вышел монстр, собрал инфу под электроника, уже делался заход на Б. Na'Vi пытаются куда больше с позиции силы играть. Так, знаешь, пойти, собрать инфу, покачать соперника, решить уже, что делать. И вроде получается так, но не доигрывает. Ну вот, Джаккинио. Шестой фраг для себя. Делал килл по Бумычу. И Бумыч тоже открывался сам, то есть никакой гранаты он не заколил. Просто решил, я откроюсь и убью. И в принципе он был от этого довольно близок, потому что 12 кп остается у шведского снайпера. Но итоговая эта ситуация 5 в 3. И то, что пока делают Fnatic, не может не радовать их болельщиков, как минимум. Наращивают темп своей атаки Na'Vi 29 секунд. Или они сейвят вообще. То есть 100-0 долларов. Они уходят на сейв 23 секунды. Интересно, какая задумка сейчас у Na'Vi. Они хотят, чтобы Валера тут навел шуму, чтобы три игрока держалось на Апленте и под это зайти на двоих на Б. Судя по всему, да, Валера стреляет через стенки какие-то. Хорошо бы ему не отвалиться. Но там Авик его и не контролирует. И Na'Vi делают заход на Б. Выпускают первого Симпла, который без гранат. Все логично. Он врывается. Флешки. Где флешки? Чего у них тут не слепой игрок? Вот только сейчас прилетает флешка электроника. Но поздно, потому что Аликс в блайнде. Нашел Бумыча. Три против четверых. И сейчас основные силы Fnatic уже смещаются под П-базу. Аликс, как всегда, на воде. Есть интересный просвет, которым Аликс может воспользоваться. Один. Бит не успевает дать этот размен. 15 секунд. С противоположной стороны уже поджимается Бролан. Запрыгивает на сайт. Сейчас будет минус. Нет, это не минус бит. Он успевает установить бомбу. Дать хэт Бролану. И Перфекто остается в клатч. Один против двоих. Минусует Мизи. Бомбаком. Джекиня двигается. Киты у него есть. Про, как всегда, не фейкуют. Будет ли открываться Перфекто. Или просто шевать сквозь смок. Бонк из Биндепюс. Не хватило одного патрона. Джекиня 6 КП. Natic выходит вперед. Выигрывают 12-й раунд. Серьезная. 6 подряд. Лишь раз удавалось взять самим Na'Vi в первой половине. Это, кстати, была максимальная серия. Сейчас Simple отыгрывает на болоте. Аликс его чекнул буквально краешком локотка. Загуливает бит на коннекторе. Очень много первых фрагов по старту раунда дают. Natic. Бролан поджимается под фонтан. Снова индивидуальная агрессия. И сейчас Аликса на болоте. Могут просто не ждать. Он забирает красного Перфекто. Сейчас по нему развернуться. Simple все-таки бреет двоих. Но сейчас в размен с коннектора. Мизи не рискнул открываться. Хотя Simple на 26 КП. Еще одно попадание. По-прежнему Костелев живет. Здесь 12. Его тиммейт на точке. Но очень далеко бомба. За ней сейчас нужно вернуться. 50 секунд времени. Электроник только что спалился. Пытавшись забрать девятку. Вполне возможно Бролан сейчас выйдет из халпы. И Элика просто похоронит. Но после смока на девятку Элик конечно смещает фокус внимания на непосредственно халпу. А Simple возвращается за бомбой. Да, у Na'Vi получилось так, что они снова подставились. Могли Fnatic найти эти силы первые. Валеру. Конечно же нашли, когда он по длиной. Тогда был здесь в подвале. Играл сам. Не справился там с игроком Fnatic. Но тут 2 в 3 ситуации. И Мизи обходит спину. Его сложно будет. Сложно Na'Vi. Их со всех сторон здесь зажали. Не получится нормально что-то отрезать. Хотя молик в халпу есть. Окей. Это дает возможность немножко выиграть время. Теперь надо ждать спину. Но там Simple красный. Все равно он проиграет эту перестрелку, если что. И он уходит. Он смещается в Зиг. Пока что все хорошо для Na'Vi. Они могут даже обойти Мизи на самом деле. Но он успевает пока что пройти через монстр. Электроник реально его обходит. Конечно, да. Это лучшее решение. Митри Дэв читает. Как открытую книгу. Но разворот от Мизи. На тебе. Вот почему Fnatic предпочли именно этого британца взять в команду. Теперь флешками забрасывают косты. Но опять же 12 хп. Здесь нужно затопить. Чтобы сам бог вел твою руку. Но Броланд префом идет на контроле. Simple, кстати, с Айиком наконец. По-моему, не видели мы его вообще со снайперской винтовкой в атаке. Возможно, это как-то поможет. Но что касается Fnatic. Радуюсь, что здесь есть кому играть помимо их снайпера. Считается на 15. Сейчас, может быть, будет седьмой. Бумыч подходит под стеночку. Джекинь, возможно, увидел здесь флеш. Но Бумыч даже не посмотрел в сторону фулл слепого Джекинь. Он пошел сразу на Бролан, который сидел на душевых. А здесь и поджим монстра. Надик собрали всю необходимую инфу. Для них теперь понятно, что они сейчас, может, еще обойдут электроника. Денис-то сидит спиной, повернут к болоту. Он-то не ожидает такой наглости от Надик. Алекс тоже не ожидает. Да ладно, электроник. Сколько сейчас он их не собрал? Ой-ой-ой. И второго перестреливает. И вот он момент. Джекинь, правда, перекрывает бита. Но Б-базу придется выбивать вполне вероятно. Вопрос в том, отпустят ли здесь Симпла. Или как сыграет сам Костелев. Он отыгрывает против двоих. Осознает, что Фнадик будет двигаться в сторону коннектора. Легкий фраг для Костелева. Три против двоих. Бролан не подпускает Симпла. Тот просто берет Галил в руки. У Бролана сотка ХП. Симпл довольно грамотно пытался прятаться. Но Бролан среагировал. В этот момент ставится бомба. Это выбивание 2 в 2. С одной лишь флешкой от команды Фнатик. Очень важно, что Перфект идет занимать хелпу. Это отличная позиция для удержания Баплента. Там его никто не встречает. И теперь сложный будет ретейк для Фнатик. Но электроник потенциально может подставиться под девятку. У него, конечно, такая позиция. Нет, ловит он таким изи. Остается 1 в 2 Бролан. И что? Попытка ретейка есть. Но электроник его ожидает. Мизи выигрывает перестрелку. Не ожидает Перфекта. Да, Перфекта делает килл. И Na'Vi наконец выигрывает свой раунд. И в итоге пуш у них вроде как получился. Но электроник все равно их наказал. И, конечно, стоит отметить в первую очередь Дениса. Это раунд во многом благодаря нему. Вот был один раунд Сипла у нас, когда он вышел на Сака. И теперь раунд электроника. Давайте посмотрим, будет ли раунд Na'Vi полноценный. Там, где они четко сделают какой-то, знаешь, надежный раунд. Выигрывают какими-то совместными действиями, заходом. Все дела. Или, возможно, ошибся Алик, все-таки не чекнув. Ну, конечно. Это ошибка, конечно. Но это ошибка примерно уровня, как Бумыч не чекнул под флешку банан полностью. Выходил сразу с прицелом туда. То есть, скажем, когда ты будешь разбирать матч, ты посмотришь на это, и ты игроку ничего не скажешь. То есть, это ошибка, из которой сложно извлечь, знаешь, что как-то не такое решение какое-то, которое можно изменить и так далее. Просто что-то, ну, завтыкал, не до конца дочекал. И посмотришь, скажешь, ну, братишка, жаль, что ты не дочекал. Ну, пуш монстра от Электроника. Кримс туда посматривает, конечно, но непосредственно в периметре монстра никого нет. Бумыч, он, кстати, топнул, и Аликс по флешку тиммейта хотел его даже забрать. Немного не получилось. Электроника, возможно, сейчас тоже увидели. Кримс дает фраг по Бумычу, который выходил из болота. Теперь Электроник может быть в опасности. Но посмотрите на ХП Фнатик. Их можно забирать от того за другим. Хотя Электроника забросали сейчас флешками. Здорово. В отличие от первой половины, именно в обороне Фнатик работают по светошумовым. Смещаются Нави через коннектор, пытаясь уцепиться, наверное, за пустой Аплент. Там пока вообще никого. Разве что нет, это Джекиня на девятке. Аплент пуст. Фнатик придется выбивать. Или нет? Интересно, по какой инфе Нави так прям решили уверенно, что стоит идти на А. Бит вообще без флешек вскрывает Аплент. Точнее, у него одна флешка, конечно, он тут никого не встречает. Важно только не поставиться под Джекиню, но туда никто и не пойдет. Просто бомба будет стоять на банан. Симпл забрал спину. И это вполне реальное удержание для Нави может быть. Бит справляется с двумя киллами. Он убил Бролл на Мизи. Джекиню разменивают перфекто, правда. И вот теперь сложная ситуация, потому что Симпл у него рядом красный. Валере надо хотя бы один фраг давать. Угол для него, конечно, хороший. Выпадает на него Джекиня и погибает. Кримс 19 хп. Денег в следующем раунде, напомним, у Фнатик не будет. Пытается Кримс подобрать АВП. Хотя времени нормально. Китов нет. Ай, да, китов нет. Симпл пытается... Звездю! Оу! А время-то есть. Неужели он сбивать, что ли? Потому что Кримс-то подобрал его. Может... Ну, хотя, не знаю, какая разница. В общем, я думал, что Симпл будет просто его как-то начекивать. Этого не произошло. И в итоге Кримс берет очень сложный клатч. Очень сложный и важный. Электроник тем временем снова под монстром. Его тут... Собирается вообще контрить или нет? Не могу понять. Делает он килл. Красавчик, Денис. И флешка не залетает. Электроник сейчас забирает Аликса с гранатой в руках. Режим Берсерка от Электроника. Трипл килл. Шарипа выпадает. Бролан из болота, но прикрывает перфекто своего тиммейта. Джеки не один, а вот и 14-14. Все, Фнатик как не было. Их принесли словно цунами. При этом используя все тот же старый трюк. Электроник на монстре. А что это за флешки? Ну, Фнатик, ну как можно? Вы сколько лет играете оверпасс? Что это за флешка в монстр была? Им не кидают смок. То есть против такого дифферс работает отлично. Но если против вас команда и луркер под б, который реагирует на это и говорит смок не прилетел, я пошел, то оно не будет работать. И Фнатик, ну тут тем временем у них, кстати, форс. И получается разменять электронику. Ладно, попозже чуть закончим мысль. Потому что очень важная ситуация сейчас у Нави. Снова электроника вот подпушили, как на одном из форсов. Снова Нави пытаются дергаться сразу под аплент. Их тут встречает кучу игроков в Фнатик. Но Бролан не делает первый килл. Симпл его убивает. И Джеккинь теперь ключевой. Ну, конечно, не выиграть такую перестрелку ему. Ну да, ключевой это такое номинальное, нарицательное. Ну есть шанс, скажем так. Если брать раунд, это надо Джеккинь вытворить. Мизик, конечно, еще сможет. Вот теперь Мизик ключевой у нас за тачкой. 24-18 показывает себя британец отменно. Ну и вот он со своей ключевой задачей пока справляется. Перфекто на хэдшоте ловит. Хэдшот это позиция. И продолжает отсиживаться здесь же. К нему приходит Кримс. Минусует бита. Симпл четкий размен. Два в одного пойдут ли на Мизи до конца. Инфа-то по нему есть. Но хэдшоте здесь не удается сделать. Британцу 15-14. И теперь шанс для Фнатик. Все равно не очень хороший. Сейчас задача в том, чтобы не пропустить электроника во что бы то ни стало. Хотя мы же видим, что, наверное, номинально слабым местным здесь, помимо монстра, может быть и Шорт. Ведь, как мы и подметили, Алекс отыгрывает один. Брован вливается в коннектор. Сейчас найдет две спины. Одного забирает. Второго также дотапал. Как его сюда пропустили? Я не знаю. Сейчас подставляется бит под курилку. Это диглы, которые работают. Вот это да, шведы! Что же вы вытворяете-то? Неужели старые добрые Фнатик возвращаются? Электроника и Симпл. Один на монстре. Второй у него за спиной. Два против пяти ситуация. Нужно забрать девятку, как можно быстрее. Но залетает флешка. Под нее Алекс просто казнит электроника. Симпл один в пять. Симпл остается один в три. Путь у него минута двадцать две. А может и придумал бы, что с этим сделать. Но и смоки по всему периметру валяются. И как же этот стак по итогу сработал на медута? Симпл получает этот бролл на пятнадцать-пятнадцать. Это овертайм. И Фнатик не сдаются. Они непоколебимы. В мире они хотят это выяснить. Пока что в рамках оверпасса они находятся на уровне Нави. Пока что очень хорошо смотрится. Вот, кстати, я думал об этом. То, что Фнатик... Кто пропустил, напоминаю. Ленин спрашивал, что же делать. Почему Фнатик не кидает смок монстр. И я думаю о том, что могут так не кидать. И запайтить дальше Нави, чтобы они выходили монстр. Но при этом сделать рамбуст. И тогда, например, может быть, не будет ожидать электроник игрока справа. Что-то подобное пытается провернуть Фнатик. Но был слишком близко уже к электроник, кажется. Или Симпл. Кто-то там находился и законтролил. В общем, Фнатик понимает, что с монстром надо что-то делать. Они пытались что-то сделать. Но это не получилось. В принципе, за идею лайк, за исполнение... Дизлайк? Да. За исполнение дизлайка. Нужно больше тренироваться, скажем, над этим аспектом. Все получится. Идут, правда, на мизи. И пока он фраг-лидер, бомба уносится с Б-база, залетает. Что интересно, второй дым на монстр от Фнатик, который полностью Б-плант отпускают. Вы только подумайте на болоте Перфекта, но инфу, наверное, много не собрал. И этот факт стака сейчас может шведам серьезно помочь. Потому что здесь и снайпер, здесь и Броун, правда, важный. Очень важный фраг от Симпла. И сразу, мгновенно, мизи и Алекс дают размены. Мизи прямо сейчас на дуге. Не действует бит в отрыве от тиммейтов. Они сейчас будут выходить с коннектора, и британцы попытаются зажать с разных сторон. Он, однако, идет в контратаку. Пытается приговорить бита, но Валерий неумолим. 16-15. Этот момент. О, попадание от мизи. Странно, что не помер вообще. Скорее всего, ему попали по шапке или даже нет. Ну, прострелом так или иначе. 11 хп осталось у британца. Алекс уже имеет опыт мейн-снайпера. В Клоутай некоторое время он был главным АВиком после ухода Воксика. Нави сейчас забрасывает гранаты на Б, будут выходить. Бумыч уже должен приговаривать воду. Симпл прострелом забирает на своего и чужого. Бумыч разносит мизи и кремза. А вот Фнатик пока что и кончились в рамках этих допов. Ну, хочу похлопать Нави за решение. Не знаю, кто это. Это Блейд заколил, или это Бумыч заколил, или кто-то еще. Но мы говорили о том, что Фнатик, у них проблемы с монстром. Электроник, там, кошмарит. Все очень жестко. Что после этого произошло, Фнатик попытались этот монстр законтрить рангустом. Не получилось. То есть, что сейчас Фнатик делали? Они сразу же кинули смок монстра. Они там два смока обновили. И играли сетап два в упоре монстр, третий на воде. Который шорт, ну, отфлэшили и все. И в итоге Нави как раз сейчас пошли играть шорт. И они тем самым сломали этот сетап в упоре монстр. Фнатик, мне кажется, я бы что-то такое делал. Но Фнатик пока что играет в фулл дефолт максимальный. Обновляет смоки монстр, играет снова ближний сетап. В принципе, они тоже думают, что Нави не пойдут снова через шорт вместе играть. Ну, вряд ли, по крайней мере. Здесь пока играет Электроник. Парис Перфекта, который на коннекторе, рокируется с Симплом. У Костолева, кстати, 35 фрагов. Бит, как всегда, отыгрывает на длине. У Фнатик стак два дуга. Один из игроков смотрит на мидл. А здесь двойной поджим монстра. Электроника забирают на коротком. Хорошая вылазка. Опять же, под свой же смок. Фнатик не стесняются в них вообще пушить. Уже не в первый раз мы это замечаем. Такую наглость. После этого они стакают втроем точку А. Бролан под смоком на дуге. На душевых играет Джекинья. Посматривая перегородку. Пройти такое будет непросто. Еще и вчетвером. В общем, у Гнадик есть шансы. 34 секунды до конца. Все же выиграть этот раунд. А вот Джекинья килл. Четкий размен от Симпла. Но вот вопрос в том, как сыграет здесь позиция Бролана. Вместе с Мизей они все-таки находят серию киллов. Мизей один. Не перестреливая длину. Но у Гитта, будем откровенны, все равно шансов немного. Бомба потеряна. Его уже начинают байтить. Он не попадает по Бролану. 17-16 тиммейтам. 35 секунд. Фнатик не сделал ничего. По-прежнему 1000 хп на карте. Через коннектор. Они попытаются фейкануть. Может Айли запустить. Аликса в качестве люркера. В общем, какой-то странный раунд. Идейная устья опустела. У Фнатик есть хотя бы размен. У Фнатик что-то такое мудрят. Аликс на апленте. Бомба под Б. 15 секунд. И вообще непонятно, чем это все закончится. Но Фнатик сложно будет. Рассчитывали все-таки найти фраг. Пожалуй, до этих 35 секунд. Но теперь 9-8. В перестрелках преимущества никакого нет. 6-5-4. Бомбу пытаются отчаянно поставить. Игрок команды Фнатик. Ему этого не удается сделать. Аликс, конечно, делает 2 килла. После таймера его забирают. Хотя разницы нет. Денег все равно много. 18-й раунд. И там, правда, смог еще перед монстром. Который, кстати, обновляет Перфекто. Не самое очевидное решение. Но ладно. Байтит может быть на себя. Аликс сейчас могут забрать. У него и так на самом деле хп было мало. Плюс хэта с Калаша. В общем, при счете 18-16 маневр самоуверенный, мягко говоря. При том, что он прошелся по молику, который горел на болоте. При том, знаешь, они же кинули этот смок. И за счет этого, насколько я понимаю, Мизик комфортнее себя чувствовал. Он просто стоял и не парился, что его с монстром могут пикнуть. Насколько я понимаю, это, ну, не знаю, байт. Хотя не знаю, на что байт. Ну, кинули смок. И что? Электроник туда пушит. В общем, не сработала идея у Нави. Тут битая еще подлавливают. И все надежды сейчас на бумач, который в одиночку будет пытаться отнимать. Может быть, Симпл ему накинет какую-то флешечку с длины. Или нет. Будет полиция. Ну, битая. Бумач забирают. И напрыгивает Бролан сейчас на длину. Разводит Симпла на выстрел. Раунд 5 в 0. Единственный, кто потерял ХП, это Бролан. У него минус 32. 18. 17. Как это неоднократно бывало. Пошумят по да и развернутся через кон. У них же болото под контролем. Но нет. Из болота у нас Кримс уходит. А это намекает на то, что атака будет до конца развиваться по да. И теперь все внимание на бита и на бумача. К ним по-прежнему на помощь никто не двигается. 22 секунды до конца. Уже забрасываются гранаты. Где же помощь? Помощи нет. Бумач первого принимает. Второго не перестреливает. Падает на длине бит. И только сейчас Na'Vi понимают, что это прямолинейный въезд на сайт А. Но выбивать приходится с двумя красными. Помните эти две ХЕшки по старту раунда? Вот они и помогли. 18-18. Натик. Да, при том, я думаю, они помогли тем, что сетап Na'Vi выбрали. Такое, что они остались 3 на B. Не стянули третьего под А. Потому что там два красных. Как-то им страшно было. Мне, по крайней мере, так кажется. Иначе я не знаю, почему так произошло. Что Na'Vi принимали А в сетапе. Один Валера по длиной в упоре. И бумач на ступеньках. Который пошел только сам за тачку. То есть это сетап абсолютно не под приемку А. Натик выбрали верное направление атаки. Поджать. Потому что тайминг такой, что вряд ли кто-то уже будет там с респауна отправляться на коннектор к Валере. Неплохо будет, если он просто заберет стяжку с А. Вот там, например, есть Броу, которого Бит сможет забрать. Не, он таки идет в спину, да? Идет в спину. Но он очень долго будет, я не знаю. А тут смотри, монстр уже выходит. Открывается электроник. Инфа по нему есть. Он пытается спрятаться. Несмотря на блайнд. Все-таки делает фраг. Хотя размен равный. Дожимает бум. И сейчас будет размен со стороны шарта. 2 в 2. Но Бит все это время поджимает спину. Здесь симпл главное отвлечь внимание. Может быть сделать фраг. Но первостепенная задача не погибнуть. Но он начинает простреливать. Бит выходит из монстра. Но в его сторону не смотрят. И сейчас он должен приговаривать Бролана. Кримс, однако, отправляется на девятку. Или будет сидеть здесь на выходе из холпы. Я думаю, они ожидают шорт. Скорее всего, вряд ли думают, что Кримс здесь может быть. Да, он, конечно, делает первый килл по биту. Теперь есть инфа. Симпл остается 1 в 1. Но бомба-то не на Кримса. И у Симпла хорошая ситуация. Да, чтобы брать раунд. Кримсу надо будет топать. Побежит, побежит. Ну, по Кримсу в полете. Как вам такой подарок? Но Кримс делал все, что мог. Вот намного сложнее было бы на Ави. Притом фраг очень сложный. Он на развороте сделал быстро килл. Электроник по статье не сильно выделяется. Плюс один всего у него в КД. Но очень импактную карту он проводит. Ну и Симпл. Шикарная карта. 39 на 23. Сейчас Саня 3 по Бролану. Не дает. Матик спокойно разыгрывает дефолт. Убивает Алекса. И показывает Саня, что все. Камон. Это все халява была. Да, с Джекине пока сложно здесь Симпла сравнивать. Как снайпером на карте оверпасс. Потому что... Ну, сама-то по себе карта довольно снайперская. Нам сейчас Симпл показывает. Приговаривают Кримза на коннекторе. Ну и пока что-то в атаке Фнатик закончились. Хотя в первой половине тоже не ж два подряд, по-моему, проиграли. Забрали последний. Соответственно... Ну тут все слишком просто. Симпл 41 убийство дает. Уважаемые зрители, это первая карта в новом сезоне для рожденных побеждать. Как и для Фнатик, конечно же. У них так откровенно никто не выделяет. Пока что суперплан у Нави. Чтобы как можно быстрее подбежать к монстру. Разбросаться гранатами. Интересно, очень много молотовых дали и игроки Фнатик. А что у Фнатик по смокам? У них на Б три смока лежат. Под зигой, под бочками и на монстре. Какие-то странные причем. Что это за дым на бочке? Бролан и Джекини два смока на А. Алекс поджим с короткого. Кто-то должен сюда сейчас посмотреть. Но никто не глядит. Симпл отбрасывает гранату. Сейчас, ну, посмотрит же на короткий. Его теперь... Дожимает все-таки Алекс. Не знаю, что там залетело. Такой мизи килл. Размен три в одного. Пытались рваным таймингом Нату Свинцера выпасть на Б. Но этот поджим от Алекса, по идее, все остановил. Плюс отсутствие самого сплита через болото. Это тоже на многое повлияло. Два в четыре. Первый из трех раундов Натик отыгран. Или нет? Два в четыре биты перфекта. Серьезно, это люди остались? И времени вроде бы достаточно. Сорок шесть секунд. Сейчас хед один, хед второй. И два в два. Но этих хедов нужно еще найти. Тут хороший сетап на Б, на самом деле. Такой осторожный. Вряд ли получится подловить их. И если Алекса будет давить, сразу же Квипс выйдет с хелпы. Но Алекса и сам справляется. Остается бит. Один в четыре. А Нави тем временем такой интересный раунд пытались сделать. Потому что, во-первых, они с Маккипой манили, кажется. Они сделали какую-то раскидку на Б. Так просто под это дерево не выйти. Да, но Валера явно не будет открываться туда без флешки. Сипл помогает ему на длине. И, конечно, да. То, что они не кинули Молик, остается там Бролан. Может он играть в своей позиции. Мези проигрывает перестрелку Перфекта. И вот теперь Бролан, к которому не прилетел Молик. Идет в спину. Да, да, да. Какой шикарный. Хорош, Валера! Вот это да. Смотрел спину, да? Респект. И тут Фнатик начинает чувствовать запах жареного. Я уже думал, все, накажет сейчас Бролан за то, что пожадничали Молик на шары. Но нет. Электроник подлавливает на Б. Вау. Как Валера красавчик, потому что смотрел спину. И дождался Бролана. А Бролан пропустил же Симпл. Не убивал его. Зачекал до конца. И ничего не получилось. Аликс палецы знает. По нему заходит на два Джекиня на А. Бролан понимал, что вряд ли Симпл там играет сам. Джекиня. Хотелось сказать, самое время показать. Какой-то хайлайт с Амиком, но этого не будет. Аликс один в четыре. Ну что, старина. Самое время показать какой-то хайлайт с выбиванием бомбы. Но, вероятно, этого не будет. Следующей картой, уважаемые наши зрители, будет Денюк. Это, пожалуй, сейчас одна из двух сильнейших карт для Натус Винстера. Сейчас они одерживают победу. Не такую простую, какой она казалась по старту, когда Na'Vi вели с огромным отрывом, где-то 8 раундов. Но все-таки победа не пахнет. Субтитры сделал DimaTorzok.